Здравствуйте! Я Наталья Цюрина и в программе «Своими глазами» я хочу рассказать об истории самого яркого и быстрого зимнего вида спорта Мордовии. Мой рассказ о спидвее, бесхвалебных речей и дифирамбах, гонке на льду, как они есть сегодня. Черно-белая хроника показывает нам, какими были первые гонщики на льду. Воочию их увидеть в Мордовии довелось в начале 60-х, затем снова тишина, а в 91-м Саранске прошел четвертьфинал личного чемпионата мира и просто зажег зрителя. На стадион стали тянуться сотни болельщиков. Я и сама помню, как приходила на светотехнику делать репортажи о победах мордовских гонщиков. Нужно было только одеться потеплее. Захаров, Базеев, Лушников, Дрогалин – герои дня и герои страны. К нам любили приезжать иностранцы, принимали их хорошо, и лед всегда был на уровне. Казалось бы, это не закончится никогда. И каждую зиму мы будем приходить болеть за своих ледовых воинов. Но эпоха спидвея прошла. Надолго ли? Я своими глазами решила увидеть, что ждет этот спорт и куда ушли мировые гонщики. Вот на этом месте у меня как раз кабинет и был. Потому что вход на стадион был здесь, а у меня кабинет прямо рядом с центральным входом был. Ну, трансляцию. Здесь же у нас была центральная трибуна, там была комментаторская кабина, кабина рядышком главного судьи. Ну, а представление команд спортсменов, как правило, я проводил со льда. Сейчас представлять известному мордовскому комментатору некого и негде. Хотя Владимир Шорчев может с легкостью вспомнить всех звезд мирового спидвея. Потому что за два десятка лет иностранные гонщики стали его друзьями, а российские буквально выросли на глазах. Город Саранск один из немногих городов России, в частности, мотоклуб Мордовии, который вырастил своих чемпионов мира, Европы. Это Максим Захаров, Юнир Базеев. Ну, к сожалению, Андрей Гаврилкин вот в этом году погиб, а он был кандидатом номер один в состав сборной команды. И он, и отец очень усиленно готовились. Только готовиться сегодняшним ледовым гонщикам реально негде. Мекка любителей спидвея, главный стадион светотехника, стал историей. Обездоленные болельщики переключились на хоккей. Но разве можно заменить воспоминания? Эти долгие приготовления, когда полушубок надевали на 10 свитеров, на ноги валенки и что-то прятали в рукаве для сугреву. Где-то вот до 2000-х годов стадион всегда был полон. Всегда был полон. И получалось так, что мы кассы открывали, значит, накануне. Сам продавал билеты, доходило до этого. Потому что таков наплыв народу был, особенно вот в дни, когда проводили чемпионаты мира и финалы личного чемпионата России. Даже полуфинальные старты, командные соревнования. Ну, это был аншлаг. История этого зимнего зрелищного вида спорта началась в 1959 году на Саранском стадионе «Спартак». Его позже переименуют в светотехнику. Это были первые в Мордовии мотогонки на льду. В них участвовали гонщики в трех классах мотоциклов с объемом двигателей 125-350 кубических сантиметров, а также мотоциклов с колясками. Победителями этих первых соревнований стали Анатолий Тюрин, Анатолий Миндров и Лембит Холласте. Уже тогда иностранцы хотели и ждали приезда в советский Саранск. А сколько иностранцев приезжало? Так и до сих пор вот я езжу, значит, приглашать на соревнования, на чемпионаты мира. Вот в Красногорск опять в этом году собираюсь. Встречаюсь с болельщиками. О, Саранск, гуд, гуд, гуд. Особенно немцы, вот шведы, они молодцы в этом плане. Всегда жизнерадостные. Наши друзья из Финляндии тоже. Саранск, спидвей. Я говорю, ну, что поделаешь. Ся ля вид, какова жизнь. Жизнь и обстоятельства действительно подставили подножку этим шипованным мотоциклам. Как только Саранск решил отказаться от светотехники, у мотогонщиков начались скитания. Сегодня их база в региональном Досафе, которые взяли под свое крыло этот технический вид спорта. Очень своевременно. И, по сути, это как раз их направление. Вместо большого ангара с отдельными отсеками небольшой бывший спортзал. В тесноте, но не в обиде. Мотогонщики вообще очень скромные люди. Их главное достоинство – терпеливость. Футболист может долго лежать на газоне после небольшого фола, а гонщики и после аварии с переломами на другой день выходят на лед. Вот такие привычные к трудностям люди. Единственное, что по-настоящему может сломить этих вдохновленных адреналином ребят – отсутствие денег. Потому что мотоцикл все-таки механизм и может сломаться. Мотоцикл любит руки, чтобы к нему прикладывали. Такого не бывает, что мотоцикл полностью идеально готов. Всегда какие-то минимум недоработки, что-то есть, это всегда однозначно. И если просто приходить сидеть, смотреть на него, он этого не поймет. Любит, чтобы к нему прилагали руки. Постоянно что-то где-то, какой-то болтик поменять, где-то даже протереть хотя бы минимально. Нужно следить, ухаживать за ним. Алексей занимается ледовыми гонками с начала 2000-х годов. Тогда ему было на кого равняться. Он сам рассказывает, что ходил на соревнования с горящими глазами. И просто мечтал прокатиться на таком мотоцикле. Сейчас у него есть такая возможность. Вот только на чужом льду. Для таких выездов он готовит своего мотодруга особенно тщательно. Например, нам Алексей рассказал о главной детали для скоростной езды по льду – железных шипах. Вот это шипы. Идет шип голый сначала. Сначала без гаек, без шайб. Сейчас я покажу голый шип. Вот это чисто голый шип. Вот такой идет шип, на который в дальнейшем наворачиваются шайбы. Резьба окончается, он пробивается, получается, так, как под запрессовку. Шип пробился, забивается в колесо изнутри. Сверху стягивается. Гайкой в определенный размер. Объясняю стандарт, получается. Меряем. Чтобы не вылазить из компащика. 28 миллиметров. Стандарт шипов. Меряем. У меня все по стандарту. Максим Масликов самый молодой из перспективных. У него тоже есть награды и определенный багаж знаний. И все потому, что у гонщиков есть настоящая школа и учителя. У которых за плечами собственный опыт. И делиться им почетно, не ради денег, для восстановления былой славы и истории. Многие после того, как база спидвей закрылась, разъехались по городам и весям, чтобы продолжить карьеру. Одаренным гонщикам сейчас тоже предлагают перебраться, выступать за другие команды. Я спрашиваю Максима, готов ли он бросить мордовскую команду ради славы и финансового благополучия. Я насчет этого тоже очень много думал. Пока никуда я не собираюсь, даже если пригласят. Буду в Мордовию. Сначала хочу, конечно, попасть сейчас на данный момент на льду, если то, в финал чемпионата России среди юниоров. Где хочу показать хороший результат. И хочу показать результат и представить свою республику за границей. Есть мечта. Вот такая она мечта настоящего спортсмена. А Максим Захаров, многократный призер командных чемпионатов мира, Европы, России, теперь леет другую мечту. Он хочет воспитать преемников. Хотя и рассказывает, трудности есть. Тренироваться негде. День сбора в другом регионе стоит 2,5 тысячи рублей. А гонщиков четверо. Суммы астрономические. Клуб такие траты не потянет. А в своем городе возможности залить площадку нет. Оказывается, новенькие стадионы, подшипованные мотоциклы, не заточены. Да и накладно это для руководства этих самых стадионов. Выход нашли не самый безопасный, зато бесплатный. Безвыходная ситуация, безвыходное положение на сегодня, что без тренировок мы не сможем отобрать ребят, которые будут дальше защищать цвета нашего флага мордовского. И поэтому мы тренируемся здесь, на нашем водоеме. А проблема складывается из обычных товарооборотных отношений. Да, представьте себе, есть и такие. Спонсоры готовы поддержать флагман зимнего мордовского спорта. Но им нужно, чтобы соревнования проходили в Саранске, а не где-то в Каменск-Уральском или Уфе. Здесь получается замкнутый круг. Без результата не увеличивают финансирование, а без недостаточного финансирования не покажешь результата. Вот и все. При этом Максим, как ни странно, сохраняет бодрость духа и даже заверяет меня. Спидвей жив, только зрители его не видят. Несколько лет назад, после сноса светотехники, руководство региона пообещало – новый стадион для технических видов спорта будет. Энтузиасты ночами готовили документацию, искали дешевые проекты и ждали. Прошло уже почти 4 года, они все ждут. А болельщики потихоньку переключаются на другие виды спорта. Но все на какой-то стадии непонятной. То есть приезжал Виталий Леонидович Мутко, который двумя руками за строительство стадиона такое, потому что это очень перспективное направление в развитии технических и военно-прикладных видов спорта. То есть зная всю ту ситуацию, которая творится вокруг России, в той же Украине. То есть это очень перспективное направление. И мы все-таки живем надеждой, что в ближайшем будущем все-таки стадион появится. А пока сборы на стороне, которые обходятся клубы недешево, и на технику надо потратиться. Но если раньше денег не жалели, то сейчас в условиях кризиса считают каждую копейку. При этом признаются, что спорт-то перспективный и нужный. Вид спорта номер один был всегда. И, как это сказать, фишка была республиканская. А сейчас мы в забытье. Николай Жидеев тренер и бывший руководитель мотоклуба еще советских времен. Он лично знал тех еще звезд, чьи фамилии были на слуху у советских болельщиков. Его историческое вступление заставляет задуматься, как они вообще выжили в таких условиях. Спидвейер всегда у нас был как-то в забытье. Тренировались, стадион давали очень редко, в коммунистические времена практически. На сборы спортсмены наши не выезжали. Основные – Аксютичев, Хохлов, Пантелеев, Гринин. Все такие великие, старые поколения гонщиков. На мотокроссе всегда тренировались, трасса была на юго-западе. Мотокроссом ребята занимаются до сих пор. Такая своеобразная замена ледовым гонкам. Летняя трасса теперь в районе ТЭЦ-2. Но это настолько разные виды спорта, что гонщики только поддерживают в себе скоростной пыл и азарт. А зимой догоняют своих соперников, у которых, в отличие от Мордовии, есть крытые стадионы. Но, наверное, карма у мордовских спидвейстов такая. Все равно побеждают, даже после всего нескольких тренировок. Андрей Шайкин, его имя пока не на слуху, этой зимой уже привез первую награду, так сказать, в копилку своей сборной. Обаятельный молодой человек сразу заявил. Надо много работать, а еще хотеть, потому что, например, навыки просто так не даются. И лед ошибок не прощает. Ну, нужно, в первую очередь, много думать, очень много думать, чувствовать работу, например, сцепление, ручки газа, управлять мотором нужно. Чувствовать, когда вот у тебя колесо срывает, плывет что-то там. То есть, это нужно очень все тонко чувствовать, такой как бы тандем, получается, спортсмена и мотоцикла. Нужно, чтобы все это слилось воедино, и тогда получится результат. Сейчас, как ни странно, это говорит, но идет эпоха потерянного спидвея. А всего-то стоило снести только один стадион. Это был не просто флагман зимнего спорта, это была отдушина для ждущих ярких азартных гонок. Даже летний мотокросс не сравнится по зрелищности со спидвеем. И проходя по площади тысячелетия, многие не могут справиться с эмоциями. Ну, знаете, это, наверное, такое больное, которое сидит в голове, и мне очень часто снятся сны. То есть, я вижу этот стадион, я вижу себя на этом стадионе. И, на самом деле, кричать охота. Когда я захожу в Министерство спорта, и с шестого этажа, как на ладони, видно эту площадь тысячелетия. То есть, реально охота кричать из-за того, что столько связано, столько эмоций, столько положительных воспоминаний с этим стадионом. Очень не хватает его. Честно говоря, на душе кошельцы скребут об этом стадионе. И не у меня одного. Знаю много людей, которые до сих пор ностальдией в душе перетирают об этом стадионе. Ну, что делать? Вот, имеем то, что имеем на сегодня. Строит универсальный зал. Возможно, он со временем забьет все чувства о старом стадионе светотехника. В это было трудно поверить, но это были не десятилетия, а целая эпоха. Максим Захаров о ней говорит с ностальгией и обещает. Я еще вернусь. Я до конца все равно не закончил свою карьеру. То есть я все равно каждую тренировку пытаюсь садиться на мотоцикл, пытаюсь показать наглядно им, как нужно делать, как нужно какие-то элементы. Потому что информации в голове очень много, багаж знаний огромный. И то есть мне это хочется отдать ребятам. Вот такие они, скромные герои ледовых гонок на мотоциклах, тянут себе потихонечку спортивную лямку, не покупая легионеров, завоевывают медали. И даже хотят, чтобы имя мордовского мотоклуба вновь зазвучало на мировой арене. Я своими глазами увидела, что у таких терпеливых и профессиональных спортсменов обязательно все получится. По крайней мере, я в них верю. И вы, наверное, тоже. Этот выпуск своими глазами последний в 2014 году, но я обязательно вернусь в эфир 10 канала в январе. С наступающим! Еще увидимся!